Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в столицу Казахстана! Замечательный город Астану Барыс-Арена. Красотка! Принимает очередной предсезонный турнир континентальной хоккейной лиги. Ну да, так прилично притормозил новое наступление Амура. Амур, по-моему, до конца всего этого не отошел. Но вот хорошая передача, бросок, гол. 1-0 Игорь Руденков, тот человек, который забрасывает первую шайбу в матче. Руденков вывели здорово вот эту передачу от Загорной. Руденков один был, и вот как-то почему-то получилось, что неплотно играла четверка сборной Казахстана, да, как обычно. Ну, отпряла духом сборная Казахстана. Активно работают нападающие впереди, но вот к чему приводят потери. И Амур такое ощущение, что ждал чего-то подобного. Илья Берестенников вторую шайбу в ворота Кудрявцева отправляет. Немного по центру ворот. И Берестенникову надо было просто поднять в ближний. Классно вывел шайбу из зоны. Максим Кондратьев. Ну, дальше уже просто дело техники. И вот-вот, это пауза. Видите, он... Едва шайбу не потеряли. Ой, как тяжело. Ой, как тяжело. Все-таки потеряли шайбу. Игроки сборной. Сиванькаев. Ну-ка. 3-0. В ближний под опорную с ударной позиции. Ну, здесь все повезло. По трясине шел какой-то, а не по льду катился. Ну, и Турбин вогнал шайбу. Вот теперь позиционная атака Амура при игре 5 на 5. Ну, вот, скажем так, Амур предоставлял сегодня шанс своему сопернику. Хоть как-то поменять его в третьем периоде, но соперник сам не захотел этого делать. Пошли удаления, и команда не халится просто вымотана. Ну, и вот, смотрите, первым касанием принимает ногой, вторым касанием сразу же бросает. Третьего касания, я думаю, что сделать бы не позволили. А во времени на льду Борис Аренов встретятся Борис и Нефтехимик. Турнир завершится в воскресенье.